доброго дамы и господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа давайте с вами рассмотрим что у нас происходит на рынке и что можно ожидать в ближайшее время и так перед вами валютная пара евро доллар и мы видим что у нас на текущий момент еврик зажат в таком коридор чеки между опционными уровнями правда пуд опционов надо такой локальный так сказать случай для работы в интераде в более масштабной перспективе мы видим что у нас валютная пара торговалась в более широком таком коридоре и хорошим местом для поиска продаж это у нас была вот эта область возле опционного уровня с экспирации 9 октября который находился рядышками с верхней границы рынка данный пробой вот этого уровня очень походил на манипуляцию да то есть пробой с целью захвата ликвидности на стоп лосса тех игроков которые здесь открывали продажи и стоп лосса естественно выставляли за пределы вот этого очевидного локального максимума то здесь видим резко пробили набрали ликвидность и резко пошли вниз и до сих пор спускаемся далее вниз поэтому можно ожидать что цена может пойти и также дальше вниз хорошим местом для поиска продаж сейчас служит этот опцион недельный опцион с экспирацией 2 сентября которые входят в область 95 процентной вероятности поэтому если цена скорректируется данную в область 1883 здесь можно будет поискать продажи дополнительные продажи можно смотреть если цена в эту область не пойдет а пойдет сразу вниз то смотреть превращение данного уровня из поддержки в сопротивление и вот здесь уже искать продажи по целям но до нижней границы рынка конечно очень далеко она у нас находится ниже паритета 099 89 поэтому такую цель мы рассматривать не будем будем смотреть что-то более приземленная более реально пока можно ориентироваться на границы 95 процентной области на ее крайнее значение поэтому вполне себе можно ставить цель именно куда-то вот в эти области если будут появляться новые опционные уровни именно пуг опционов тогда можно будет ориентировать профит и на них поехали дальше разберем британский фунт по британскому фунту у нас пока тоже ничего интересного нет тоже как и еврик торговался в таком от коридорчике видим вот таком коридор очки он торговался и были выходы за предел от этого коридора очень похожи опять-таки на манипуляции с целью захвата ликвидности на стоп лоссах так как очевидный коридор давайте нарисую поровнее да вот так вот поставлю очевидный коридор и соответственно стоп лосса не будут стоять за пределы вот этих локальных максимум поэтому резкие пробои консолидация то есть сбор ликвидности набор позиции и резкий уход вниз опять резкий пробой набор ликвидности в коридорчике и резкий уход вниз обратно вот в этот коридор но и сейчас здесь ведется торговля на сегодняшний момент что можно посмотреть ну можно ожидать поиска продаж из 95 процентной области вероятности то есть за пределами вот этих макушек да то есть очевидных стоп лоссов то есть те кто продавал вот на этом движении вниз у них вероятнее всего стоп лосса стоят здесь на участь игроков стоит стоп лосса есть кто-то подтянуть стоп лосса вот в эту область на уже при вот таком падении рынка на уровень 30 50 но и уже эти часть стоп лоссов здесь отыграли отработали поэтому возможно что стрельнем дальше вверх вот к этим стоп лосса сейчас там уже формируется достаточно хороший паттерн который можно отработать будет по окончанию этого часа в покупочку с целью куда-то вот на уровень 3150 и здесь смотреть как данный уровень будет отрабатываться 3150 уровень пометили себе если цена его будет прошивать хорошо вы уверены свечой вниз то можем пойти и дальше на эти уровни уже это у нас не будет район примерно 31 85 если же здесь у нас будут рисоваться какие-то тени свечей длинные хвосты верху то значит здесь рынок тормозят возможно набирает позиции на продажу сбор ликвидности пошел по стоп лоссом поэтому можно также будет при возникновении паттернов уже смотреть на дальнейшие продажи ну как минимум вот уже да и вот этих целей куда-то сюда это у нас где уровень будет уровень 300 где-то здесь так идем дальше австралийский доллар австралийскому доллару нас ситуация схожа как по евро так и по фунту тоже был у нас нарисуем коридорчик вот такой примерно коридорчик у нас идет по нему вот так можно его нарисовать обрисовать это же были похожи ситуация на эти на манипуляции на сбор ликвидности то есть зашли насобирали резко ушли вниз за этими стоп лоссами сходили сейчас у нас идет некое такое сужение рынка сделаю линию потолще чтобы было явно видно то есть такое треугольничек идет поэтому возможен куда-то выхлоп в какую-то сторону ну и по австралийцу сейчас что-то сложно по нему судить какие-то делать прогнозы 8 коридор на торговле пока что сохраняется каких-то ориентиров на какие уровни метить особо у него нет и откуда заходить поэтому если будут появляться какие-то новые опционные уровни то можно будет по ним ориентироваться искать продажи или покупки но на текущий момент наиболее актуальными остаются продажи поиски вот из этой области от этих опционных уровней с экспирацией 4 сентября от этих областей это у нас получается ценовой уровень 72 93 и 73 30 где-то здесь искать можно продажи с профи там нижняя граница рынка тоже далеко очень находится поэтому на нее не рассчитываем ниже чем 0 4 достаточно далеко поэтому по австралийку что-то пока сейчас тут искать и выдумывать думаю не следует канадский доллар по канадскому доллару более интересная картина у нас появился коридор как я уже описывал в прошлом видео из опционных уровней с 31 с экспирацией 31 августа и видим что у нас цена ушла вот коридорную торговлю в узенькую пока что до появляются у нас опциончики с экспирацией 11 сентября тоже область 95 процентов поэтому в данных областях вот в этих областях можно искать соответственно сделочки вплоть до первого сентября соответственно когда цена будет приходить вниз здесь будем искать покупки когда будет цена уходите вверх здесь будем искать продажи ценовые диапазоны это у нас примерно 33 33 да вот поиск продаж на 33 50 вот можно ориентироваться по области 95 процентной вероятности то есть когда цена заходит в зеленую область то здесь можно искать продажи при формировании например паттернов либо каких-то ваших сигналов точно также когда цена доходит вот до этих уровней это примерно ценовой уровень 1 30 80 можно искать покупочки из по канаде складывается довольно таки интересная картина с признаками коридорной торговли далее по франку по франку нас недавно появился уровень экспирации от 18 сентября это недельный опцион по франку также у нас складывается вот идет сужение рынка такое поэтому куда-то может быть выхлоп нарисует было бы замечательно если бы нарисовали например выхлопа вниз вот до этого уровня таким образом хлоп и здесь смотрим покупочки с хорошими целями наверх в область куда-нибудь от 94 95 фигура либо до верхней границы рынка 97 097 где-то был бы профит в 700 пунктов можно было бы ожидать потому что цена уже довольно таки давно и продолжительное время находится в области пут опционов вот она все ниже и ниже уходит в область пут опционов и по статистике наблюдений чем дольше цена в них находится тем потом мощнее может быть разряд выхлопа единственное что здесь я бы сказал не так да это довольно таки разряженная обстановка по пут опцион обычно если цена входит например в кол опционы как вот было здесь посмотрим уже не раз показывал вот цена заходит в плотное скопление кол опционов долго здесь торгуется и потом мощный выхлоп идет опять цена входит в плотное скопление пут опционов смотрите сколько здесь много даже проторговывается за них и потом достаточно большой мощный выхлоп в обратную сторону опять в кол опционы выхлоп вниз под опционы выхлоп вверх и так вот замечательно франк работал но сейчас по путам идет какая-то расслабуха разряженные опционы то есть их не так много формируется и по ожиданиям вверх тоже их не так много то есть либо от рынка пока что ничего особого не ждут нет каких-то явных предпочтений либо что-то выжидают замечательная ситуация как я уже объясняю только что рассказал этот поиск покупок вот из этой области например 0 89 90 в этой зеленой области 90 процентной вероятности искать покупочки с максимальной целью конечно бы вот сюда хотелось ее видеть и японская и по японской и не у нас сложилась ситуация у нас нижняя граница рынка подтянулся резко вверх создав модель поддержки здесь же накидали опционов путь недельных и кто-то на этом хорошо отработал сюда какой-то молодец крупный игрок спрогнозировал может быть и синициировал данный отскок цены вверх ну как это было в прошлом цена месяца накидали недельные опциончики цена еще немного провалилась такая манипуляция захвата ликвидность и резкий выхлоп вверх так что не успели здесь мало кто успел вскочить в рынок здесь ситуация похожи только несколько скромнее да тут тоже накидали уровней и цена вот уже достаточно резкая вверх но нет конечно не так как в прошлый раз скакнула поэтому признаки пока что восходящего тренда продолжаются здесь также были признаки сужения рынка у нас а вот такие вот треугольнички сейчас проторговали вверх поэтому можем ожидать дальнейшего возврата может быть цена откорректируется вот от этой области скорректируется куда-нибудь каким-нибудь образом вот так вот скорректируется и можно поискать дополнительные покупочки с целями может быть где-то вот-вот хотя бы сюда до первоначальная цель вот за эти тут наверняка будут стать какие-то ликвидности на этом уровне с профитом сюда основная ликвидность конечно будет здесь сосредоточена здесь будут искать и покупки и продажи и все что угодно здесь будут колбасе то здесь потенциально значимая зона привлекательная область для дохода для добоя для допинки сюда цены это сто седьмая фигура примерно сто семь ноль ноль куда-то в эту область можно ожидать пару доллара и и но и за пределами верхней границы рынка хорошая область будет для поиска продаж то есть если у нас на данном уровне сто седьмой фигуре будут в основном стоять продавцы на то все ритейл игроки на продажу стоит так здесь хороший довольно таки такой это уровень видим сопротивление вырисовывается то будут продавать с целью падения рынка поэтому чтобы выбить их по стоп лоссом и вот этих товарищей да вот здесь будут тоже искать продажи тоже будут выбивать их по стоп лоссом поэтому вполне можем уйти на куда-нибудь сто семь восемьдесят за пределы верхней границы рынка и вот здесь замечательная область для поиска продаж такой вот нынче обзор такой вот нынче рынок может быть все это еще и связано с летними месяцами обычно бывает что летом рынок не особо активный ну хотя раз на раз не приходится поэтому ждем хороших сигналов раньше времени в рынок не лезем деньги потерять вы всегда сможете заработать сложнее будьте осторожны аккуратнее подписывайтесь группу telegram где я периодически выкладываю аналитику по рынка либо в группу про маркет те я ежедневно выкладываю аналитику по 8 валютным парам с расстановкой опционных уровней ох unp отционных областей расстановкой значимых объемов лимит ордеров стоп ордеров и классических ценовых уровней поддержки сопротивлений выглядел это примерно таким вот образом сдаются отложенные например ордера и кто за ними стоит либо retail игроки либо крупные игрок классические уровней ценовые уровни поддержки сопротивлений коридора уровней стоп ордеров то есть где стоят стоп лоссы игроков ну и так вот по 6 валютным парам даются такие обзоры рынка ну и плюс конечно же рекомендации описание с ожиданиями на текущий день ссылочки на группу telegram в описании под этим видео ставьте лайк данному видео подписывайтесь на канал всем успехов попутного тренда пока